МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные новости краевой столицы. В прямом эфире меня зовут Дмитрий Пономарёв. Здравствуйте. И вот о чём расскажем прямо сейчас. Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен. Тысячи солдат, отдавших свои жизни за родину, сегодня оживают в памяти потомков. Где и в каком формате прошли торжественные акции. Тема защиты обманутых дольщиков продолжает быть актуальной. Какие дома попадают в реестр проблемных объектов и почему сложности могут вызвать жилищно-строительные кооперативы. Глаза не видят, но руки делают. Все рабочие места специализированы. Мы людей обучаем перед тем, как они начинают работать, получают какие-то навыки первичные. Расскажем, какие товары производит для экспорта социально-трудовое предприятие кубанской столицы. Сознательности всё ещё не хватает. Рейды по соблюдению масочного режима и графика работы предприятий общепита продолжают выявлять нарушителей. Теперь обо всём подробнее. Слова «Никто не забыт», «Ничто не забыто» стали символом Дня неизвестного солдата, который отмечается в нашей стране сегодня, 3 декабря. История этого дня такова. 3 декабря 1966 года, во знаменовании 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. В Краснодаре тоже есть места, куда ежегодно приходят горожане отдать дань памяти тем, кто ценой своей жизни приближал победу. Известно, что всего в войнах и вооружённых конфликтах 20-го и 21-го веков пропали без вести примерно 2 миллиона советских и российских граждан. Их сегодня и вспоминают во всей стране. Каждый год мы узнаём как минимум одно имя героя, который отдал свою жизнь не за славу и награды, а за мирную жизнь каждого из нас. Одним из таких долгое время был Магомед Маркулов. Сегодня его останки передали родным на торжественной церемонии у Зала боевой славы. А ещё несколько недель назад о нём не было известно ничего. Почти 80 лет родные солдата не знали, как сложилась его судьба после ухода на фронт. Его родной брат, который единственный из четырёх братьев остался после этой войны, часто искал, писал, но из-за ошибки, допущенной в оформлении документов, получилось так, что до него не дошла информация о смерти. То есть мы надеялись, что он жив. Всегда у человека есть надежда, что где-то его брат остался. Но вот после 30 лет всё-таки мы узнали после смерти дедушки, то, что его родной брат умер. 78 лет прах Магомида Маркулова покоился вдали от родной земли, а 28 октября его останки нашёл поисковый отряд благодаря фляге, на которой солдат написал своё имя. 42-й год оккупация Краснодара, оккупация Краснодарского края и Туапсинская оборонительная операция. И там воевали плечом к плечу красноармейцы различных национальностей Советского Союза. Они жертвовали собою. Многие из них, защищая Отечество, навечно остались на месте сражений, пав смертью храбрых и никому неизвестных. Но с каждым годом мы узнаём их имена благодаря бойцам поисковых отрядов. Лучшим из них вручили награды. К другим темам. Развитие системы ГО и ЧС региона на ближайшие пять лет обсудили сегодня на совещании губернатора. Ежегодно в Краснодарском крае происходит большое количество происшествий, только в этом году свыше 10 тысяч. Это пожары, подтопления, несчастные случаи на воде и их ДТП. И на каждой из них сотрудники спасательных служб должны реагировать оперативно, отметил Вениамин Кондратьев. Что необходимо сделать для более эффективной работы? Расскажем прямо сейчас. Если кто-то потерялся в горах, попал в автомобильную аварию или застрял в лифте, они первыми приходят на помощь. И это не просто слова. Только с начала года сотрудники службы Кубань-Спас сохранили почти тысячу жизней. Подразделение действует уже более 15 лет. Однако техника и оборудование за это время ни разу не обновлялась. Работать в таких условиях дальше можно, но будет ли помощь качественной? Губернатор поручил предусмотреть средства из краевого бюджета на материально-техническое обеспечение службы. В Кубань-Спасе работают профессионалы высочайшего уровня. Безусловно. Но профессионализм, конечно, это важная составляющая успеха. Но еще и важно, с какими инструментами, какая техника есть у профессионалов. Так вот, 15 лет работает у нас Кубань-Спас, и по моим данным, 15 лет ничего не обновлялось. Ни инструменты, ни техника. Износ 100%. Так не пойдет. Как же можно от них требовать оперативности и качества оказания услуг, если на самом деле у них все допотопно, говоря по-русски. И к тому же служба охватывает Кубань-Спас, не весь край. То есть у нас есть муниципалитеты, где нет отрядов. Необходимо нам там тоже организовывать отряды Кубань-Спас. Я хочу сказать, там, где присутствовал, где они тушили пожары и в иных экстремальных ситуациях, в том числе в подтоплениях. Ну, конечно, они незаменимы. Но есть районы, я еще раз подчеркну, где их нет. Значит, они там должны быть. Сегодня Кубань-Спас это одно из крупнейших и лучших профессиональных спасательных формирований в России. В составе него 21 аварийно-спасательный отряд. У спасателей не хватает водолазных станций и плосредств для ведения работы в акваториях. Нет современных средств радиосвязи и спутниковых и телефонов для поисково-спасательных работ в горах и в лесу. Кубань-Спас это лишь одно из подразделений собственной региональной системы экстренных служб. В крае также действует 38 пожарных частей. Но и этого недостаточно. В более чем 200 поселениях время прибытия бригады превышает нормативные 20 минут. А ведь порой даже секунды имеют значение. Именно поэтому принято решение увеличить количество пожарных частей, а также создать газодымозащитные подразделения. У нас 214 украинных пунктов, где пожарная помощь может приехать далеко-далеко за 20 минут. А по расчетному времени она должна пребывать в чьи 20 минут. Поэтому, чтобы пожарная прижала вовремя, мы к 2024 году должны построить еще 10 пожарных частей. Кроме того, правительство обязало нас создать свои газодымозащитные подразделения. Сергей Анатольевич, мы должны в следующем году приступить уже к их созданию. За этот месяц уходящего года максимально продумать алгоритм. Еще раз подчеркну, что мы будем делать в январе уже следующего года, чтобы создать вот эти вот газодымозащитные подразделения. Вопросы жизни и здоровья не только для жителей края, но и отдыхающих. Особенно это касается дорожной безопасности. Для курортного региона, который ежегодно принимает миллионы туристов, тема волнующая. Только с начала этого года в крае произошло около 5000 ДТП. Именно поэтому в вопросе безопасности дорожного движения губернатор просит не ограничиваться только камерами видеонаблюдения. Подход должен быть комплексным. Безопасные и качественные дороги тоже нужны. Одними камерами мы проблему ДТП дорожно-транспортных происшествий, особенно летальность на дорогах, мы не уберем. Мы уже говорили, что разделительные бордюры. Это обязательные требования к средствам сегодня дорог. Ну, человек, если он торопится, если он все равно будет сжать на газ. Он думает, что он штраф заплатит, а может заплатить жизнь. Но он об этом не думает, когда он опаздывает. Поэтому устройства, отвечающие за безопасность на дорогах, должны быть. Вот это сегодня наш приоритет. И здесь, Сергей Николаевич, что же вам поручили проработать Министерством транспорта вместе. Алгоритм, как строить сегодня дороги с учетом наличия современных устройств безопасности. Я понимаю, что это серьезные финансовые затраты. Но это не дороже, чем человеческая жизнь. Наблюдение за обстановкой на дорогах, мониторинг паводков, экстренное оповещение системы 112. Все эти сегменты будут объединены в одну систему «Безопасный город». Программа должна полностью заработать в 2022 году. Вопросы, связанные с защитой прав обманутых дольщиков, обсудили сегодня в администрации края. О механизме реализации защиты прав пайщиков жилищно-строительных кооперативов подробно рассказал первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко. У нас всего на территории Краснодарского края 45 таких кооперативов. Это 72 многоквартирных дома. Из них 4 ЖСК находятся в процедуре банкротства. И по результатам работы, которые проводят департаменты совместно с фондом, с муниципалитетами, еще 54 объекта строятся с нарушениями срока. Но те объекты, которые строятся, ЖСК не всегда могут быть включены в единый реестр проблемных объектов. К сожалению, не все проблемные ЖСК могут на сегодняшний день попасть в единый реестр проблемных объектов. Они должны соответствовать определенным критериям. ЖСК «Сити», ЖСК «Кубанские просторы-1», ЖСК «Черкасский», ЖСК «Юг-Строй». Это вот те, что попадают 100% под критерии. Их доля порядка 3% от общего числа проблемных объектов в крае. Но в случае, если такой проблемный объект, он включен в реестр, тогда, соответствует определенным критериям, то тогда к нему применяются механизмы. Это наш закон 3792, это и поиск инвестора, там компенсационные различного рода моменты, либо в случае отсутствия инвестиционной привлекательности, то, конечно, это работа, восстановление в правах с учетом механизмов федерального фонда, которые на сегодняшний день реализуются в рамках 214-го закона. Стараемся еженедельно посещать городские предприятия, чтобы понимать, как чувствует себя бизнес. С этими словами главы Краснодара стали уже практически его личным девизом. Евгений Привышев вместе с руководителем Департамента промышленной политики Краснодарского края Иваном Куликовым сегодня посетили завод, на котором выпускают пластиковые подоконники, профили для окон и дверей. Главная цель визита – выяснить, как чувствуют себя местные предприниматели в непростые времена пандемии. Тему продолжит Денис Сенькин. Краснодарская компания развернула свое производство в 2006 году. В 2010-м на заводе запустили дополнительные производственные линии с немецким оборудованием. Затем ряд выпускаемой продукции только увеличивался. Сейчас предприятие изготавливает пластиковые профили для окон и дверей, а еще ПВХ-подоконники. В период пандемии оборот компании не упал, а начал стремиться вверх. Свою продукцию завод реализует по всей России и в странах СНГ. В планах наладить производство элементов по новым технологиям, в том числе из вторичного сырья. Что касается деревесной стружки, то есть мы сейчас разрабатываем, у нас уже есть готовые рецептуры, это производство подоконника не только из пластика, но с добавлением стружки. Но для этого, ну как и везде у нас в городе Краснодаре недостаточно места. То есть мы здесь, вы видите, уже ужимаемся насколько можно. Идей много, планов много, рецептов много. Вот возможности достаточно, сбыт есть, но мы упираемся в площадях. Глава города Евгений Первышев и руководитель Департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов отметили, что власти готовы помогать заводу. И предложили его директору стать резидентом Краснодарского промышленного парка, где созданы все условия для развития производства. Мы говорили сегодня о вторсырье. Это самая, наверное, актуальная тема, потому что утилизация пластика в городе Краснодаре это острейшая проблема. Есть огромная потребность в вторсырье, которую вы готовы перерабатывать. Это вообще уникальная ситуация, которой мы должны воспользоваться и в корне поменять, наверное, и экологическую ситуацию в городе. Ну и в том числе вы получите абсолютно дешевый продукт, который позволит вам еще больше конкурировать в цене с другими производителями такой продукции. О том, что необходимо развивать местные компании и тем самым увеличивать число рабочих мест, говорят губернатор края и жители Краснодара. Для этого во власти Кубани разрабатывают различные инструменты поддержки бизнеса. Это региональный фонд развития промышленности, его докапитализировали до 2 миллиардов рублей. Задача губернаторам поставлена увеличение объема финансирования до 5 миллиардов рублей. Сегодня работает государственная программа развития промышленности. Плюс те индустриальные партии, о которых сказал сегодня Евгений Алексеевич, это действительно та возможность, уникальная возможность для наших промышленных предприятий сегодня сделать рывок вперед. Такая всесторонняя поддержка бизнеса со стороны краевых и городских властей. Особенно важна сейчас, в период непростой экономической обстановки, которая сложилась из-за пандемии. Но все это может позволить не просто оставаться предприятием на плаву, но и даст толчок к развитию производств с качественной и конкурентной продукцией. Денисенкин, Павел Сагайдак, телекомпания Краснодар. Недавно в социальных сетях появилось видео, где Игорь Денисенко, руководитель фирмы Евротех, просит помощи. По его словам, серия судов признала незаконным строение, где располагается его предприятие. Здание изначально было возведено без разрешения, владелец рассчитывал узаконить его через суд. Но тщетно. Денисенко получил ответный иск на снос, тогда предприниматель обратился за помощью к городской администрации. На его обращение отреагировали и по поручению мэра Краснодара Евгения Первышева на место приехал глава Прикубанского округа Александр Журавлев. Он осмотрел проблемные объекты, выслушал представителей предприятия. На сегодняшний день два суда проиграны им по его же исковому заявлению, так как управление муниципального контроля вышло со встречным иском о сносе, в связи с тем, что не было получено разрешение на строительство. И на сегодняшний день находимся в кассационной инстанции, это третья инстанция, но судебное заседание не назначено. Ждем судебного заседания. Александр Журавлев перед встречей уже изучил всю документацию, но представители компании предложили еще раз показать все имеющиеся документы, решения и планы земли. Теперь осталось только дождаться вердикта суда, который и определит дальнейшую судьбу этого строения. Во времена Великой Отечественной войны по официальной версии не вернулись с фронта 11 миллионов 444 тысячи 100 человек. Одни из них получили посмертные награды, а о других ничего не известно. Но их самоотверженность навсегда в наших сердцах. В честь Дня неизвестного солдата сегодня по всей стране, в том числе и в Кубанской столице, прошли различные мероприятия. В церемониях возложения цветов к мемориалам, павшим воинам и воинским захоронениям участвовали сотни краснодарцев, представители Краевой и городской администрации, депутаты Городской думы Краснодара, ветераны, военнослужащие, казаки, представители церкви и общественности. Все мероприятия организованы со строгим соблюдением санитарных норм. В школах Краснодара прошли уроки и часы памяти. Солдатская форма на хрупких детских фигурах, макеты полуавтоматических автоматов и картонный костер в центре учебного класса. Так началось утро в казачьем корпусе имени Атамана Бабыча. На протяжении нескольких дней казаки вместе со своими преподавателями готовились рассказать истории о своих родных и близких. Мы готовились, конечно же, вместе с детьми. Их захватил этот процесс. Им самим хотелось участвовать в этом мероприятии. Это было очень приятно, конечно. Готовя наше мероприятие, мы хотели, чтобы, уходя с него, мальчишки унесли в свои сердца частичку памяти. Ребята прочитали стихи и фронтовые письма своих родственников, а также посмотрели документальные киноленты о войне. После этого изложили свои чувства и мысли о Великой Отечественной войне в сочинениях. Студенты Краснодарского педагогического колледжа провели сразу несколько мероприятий в честь Дня неизвестного солдата. В обед студентам старших курсов преподаватели колледжа рассказали о веломаршрутах по местам обороны Кубани. В это же время первокурсники посетили театральное выступление, которое через яркие образы рассказало ребятам об ужасах войны. Но в ту минуту сердце станет простым и чистым, как стекло. И в очи Родина заглянет спокойно, строго и светло. Помимо этого в колледже прошла выставка творческих работ, посвященных Дню неизвестного солдата и урок памяти. Ученики третьего класса из 33-й школы готовились к этому дню с ноября. И вот сегодня проявили свои таланты и исполнили патриотическую песню, чем порадовали и удивили своих родителей и, конечно, учителей. А еще сегодня над Краснодаром летали журавли. И вовсе не в небе, а появились они на стенах зданий. На фасаде детской поликлиники появилась инсталляция. Стая нежных птиц, символизирующая погибших солдат, заставляла каждого прохожего остановиться, замереть и вспомнить строки известной песни. Татьяна Зеленова, Сергей Овчинников, телекомпания «Краснодар». Прямо сейчас привемся на рекламу. Она будет короткой. Не переключайтесь. Впереди еще много важного и интересного. Глаза не видят, но руки делают. Все рабочие места специализированы. Мы людей обучаем перед тем, как они начинают работать, получают какие-то навыки первичные. Расскажем, какие товары производит для экспорта социально-трудовое предприятие Кубанской столицы. Сознательности все еще не хватает. Рейды по соблюдению масочного режима и графика работы предприятий общепита продолжают выявлять нарушителей. Колоть, рубить, делать выпады и многое другое. Здесь на самом деле не важен рост соперника, не важен вес соперника, не важен даже по большому счету пол соперника. В Краснодаре третий день идет первенство по фехтованию. Есть ли предварительные результаты? Это главные городские новости. Мы продолжаем наш выпуск. Знаете ли вы, что такие мелкие изделия из пластмассы, как бельевые, прищепки, щетки и мухобойки изготавливают у нас в Краснодаре? Удивительно, что их делают специалисты, которые имеют инвалидность по зрению и те, кто не видит вовсе. Предлагаю посмотреть, как идет этот процесс в нашем следующем материале. Говорят, что люди, имеющие инвалидность по зрению, видят окружающий мир сердцем, радуются, переживают, смеются и плачут. Одним словом, живут. А еще как все, ходят на работу, ждут выходных и отпуска. Многие из таких краснодарцев трудятся в социально-трудовом комплексе. Здесь 82 человека с инвалидностью по зрению. 7 из них не видят вовсе. Все рабочие места специализированы. Мы людей обучаем перед тем, как они начинают работать, получают какие-то навыки первичные. И потом они совершенно спокойно справляются с той производственной программой, которую мы доводим до них, до того, чтобы выполнять план. Цель – это реабилитация посредством включения инвалидов, трудовой процесс, так называемая социализация. Краснодарский социально-трудовой комплекс работает уже около 80 лет. Даже в период пандемии предприятие останавливалось всего на полтора месяца. Но, несмотря на это, за текущий год удалось увеличить выручку на 12% и расширить ассортимент. За успехи предприятию вручили диплом лауреата краевого конкурса «Сделано на Кубани». Мы видим, что объем производства увеличился. Это первое. И второе, что в этом году считаем большим плюсом это предприятие привлекло себя к участию в экспортной деятельности. Это большой плюс, дает новую толщу к развитию предприятия, производства. Сегодня предприятие выпускает изделия из пластмассы. В одну только смену – 3000 прищепок разных видов, 2000 щеток, 400 мухобоек и метел для улиц. Мы работаем пока без простоя, слава богу. Зарплату получаем вовремя. Нам не задерживают ее. Труд, слава богу, не тяжелый. Коллектив у нас нормальный. Слава богу, и у нас администрация хорошая. Находим общий язык, если есть какие-то вопросы решаемых, без проблем. И это еще не все успехи. В этом году Краснодарский социально-трудовой комплекс впервые вышел на экспорт. Пока это только Республика Казахстан. Но в планах охватить и другие соседние страны. В этом году мы отгрузили первую партию нашей продукции. Значит, она получила положительные отзывы от потребителей казахстанских. И на сегодняшний день нам уже поступила заявка на формирование следующей партии. Несмотря на то, что сотрудники социально-трудового комплекса имеют инвалидность по зрению, работоспособность у них на высоком уровне. Оперативность и качество – залог не только их личного успеха, но и всего предприятия. Оксана Ехимович, Михаил Дроздов, Александр Сенников, телекомпания «Краснодар». Рейды по соблюдению санитарных требований продолжаются. Только за последний месяц в дневном мониторинге проверили около 5000 организаций общественного питания и торговли. В 548 из них выявлены нарушения масочного режима. А в вечернее время группы контроля проверили 380 предприятий общепита. Составлен 21 протокол об административной ответственности за работу после полуночи. Под особым контролем – центр краевой столицы, улицы Красная и Красноармейская, а еще ночные, караоке-клубы и места массового скопления молодежи. Напомним, в городе продолжает действовать режим повышенной готовности, и это решение абсолютно обосновано. Статистика на стороне таких мер. Снова за сутки медики выявили 67 заболевших только в Краснодаре. Цифры пока совсем не радуют. А значит, пренебрегать санитарными требованиями ни в коем случае нельзя. Носить или не носить – вопрос нашего времени о том, где и когда надевать средства индивидуальной защиты. Накануне Всемирная организация здравоохранения выпустила новые рекомендации. В них говорится о том, что если помещения в общественном месте не проветриваются, нам с вами в любом случае следует надевать маску, независимо от соблюдения дистанции. А если с проветриванием все в порядке, маску можно не надевать, но только если вы стоите как минимум в метре от других. Это же правило касается и улицы. Отмечу, что для детей до 12 лет рекомендации другие. Если ребенку нет 5 лет, ВОЗ не рекомендует ему носить маску. А если возраст от 6 до 11, решение принимают взрослые, исходя из эпидемиологической обстановки и умения ребенка обращаться с маской. Добавлю, маска не гарантия того, что вы не заболеете, но это хороший способ создать барьеры для вирусов и бактерий и сократить риск заболевания. Забота об экологии и благоустройстве – одно из множества направлений волонтерской работы. Кстати, уже 5 декабря в нашей стране отметят Международный день добровольца. В этом году самым популярным и многочисленным волонтерским движением стала всероссийская акция «Мы вместе». Она возникла в самое непростое время – пандемию и направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медработников. Отзывчивые люди доставляют лекарства и продукты нуждающимся в помощи. Сегодня у нас сформирован уже штаб «Мы вместе», также открыт клуб, базируется клуб «Мы вместе» на Кубанской набережной 33 в офисе Кубанского союза молодежи. И здесь ребята сегодня ежедневно обрабатывают заявки, которые поступают на федеральный сайт и на региональный, и уже выезжают и оказывают ту помощь, которая сегодня нужна жителям Красноярского края. Дело добровольцев процветает. Наши кубанские ребята выигрывают гранты, создают свои волонтерские проекты и привлекают к движению все больше неравнодушных. В Краснодаре поселился молодой итальянец, но не в Интуристе, а на улице Братьев Дроздовых. Там представители издания «Краснодарские известия» посадили дерево. До этого на этом месте сотни лет рос дуб-великан. Он был крепок и могуч. В 2011 году все изменилось. Тогда ледяной дождь серьезно подкосил его здоровье. А сам ветвистый дуб начал коситься в сторону детского сада и болеть. Дерево признали аварийным, угрожающим жизни детей, и оно было спилено. Но его место жительства пустым не осталось. Теперь там живет продолжатель дела Краснодарского великана – молодой итальянский красный дуб. Наш климат ему подходит. Гость не требует особого ухода. Крайне живучий. Скоро обзаведется прочными корнями и размашистой кроной. «Для местных жителей это дерево значит очень много. Это остатки тех самых дубовых рощ, которые здесь когда-то росли. И они были вырублены, когда строили железную дорогу. Но это был памятник природы. И мы решили, что нужно обязательно здесь высадить большое подрощенное красивое дерево, которое и даст тень, и, наверное, станет очередной знаменитостью, как тот предыдущий дуб, который здесь рос». Пусть старое дерево немного жаль, на его смену пришел достойный кандидат на многовековую историю. Сотрудники детского сада, краснодарских известий и местные жители уверены, итальянскому дереву кубанская земля станет родной. Порхают, как бабочки, и жалят, как пчелы. Сегодня в краевой столице прошел очередной день первенства Краснодарского края по фехтованию. Начиная с 1 декабря юные спортсмены выявляют лучших, как прошел очередной день соревнований и немного о самом спорте, расскажет мой коллега Сергей Овчинников. В среднем вековье этот предмет решал большое количество споров. Александр Дюмас сделал своих героев такими, что без этого орудия представить их невозможно. Я говорю о шпаге. Италия, 15 век, эпоха великих людей. Давинчи, Коперник, Макеавелли. Время, когда все гнались за знаниями, но вместе с тем, любой конфликт на улице мог решиться боем на рапирах или шпагах. Именно в это время и в этой стране зарождаются первые правила такого вида спорта, как фехтование. Несмотря на свою агрессивность и историю, в этот спорт может попасть любой. Здесь на самом деле не важен рост соперника, не важен вес соперника, не важен даже по большому счету пол соперника, потому что в фехтовании важно то, как ты себя ощущаешь бойцом, как ты владеешь собой, владеешь своим оружием. Константин занимается фехтованием 5 лет. Это надежда и звездочка Кубани, которая в скором времени должна засиять еще ярче. Уже побывал на соревнованиях всероссийского уровня, а попал в спорт, просто увидев объявление о наборе в спортивную секцию. Из первых занятий столкнулся с серьезными трудностями. Конкуренция – это всегда есть и будет. Конкуренцию надо побеждать, поскольку если ты маленький, и тебе надо побеждать старших. Всем молодым надо вести конкуренцию со старшими, это очень тяжело. Поскольку когда старшие заканчивают, чаще всего это происходит на стадии юниоров, когда у многих учеба начинается, то кадеты, будучи школьниками, начинают вот эту систему ловить и становиться все лучше и лучше. Учиться колоть рапирой или шпагой необходимо всю жизнь, потому что фехтование – это тандем великолепной техники и одаренного склада ума. Без мощной базы приемов тактика не более, чем интеллектуальная игра. С другой стороны, атака, лишенная смысла, превращается в фехтовальную гимнастику. Поэтому никогда нельзя предсказать фаворита боя, чем этот спорт и привлекает сотни людей. Сергей Овчинников, Андрей Токмаков, Юлия Дайнега, телекомпания «Краснодар». Мы стараемся создавать интересные программы, которые затронут самые разнообразные сферы жизни – от культуры до медицины, от истории успеха до социальных экспериментов. Но если вы серьезный человек и живете информационной картиной дня, заходите на сайт TV Краснодар и в наши социальные сети. Там максимально свежая и актуальная повестка дня. И пока это все. До скорой встречи на главном городском.